Рано утром 27 декабря началась внеочередная сессия парламента, которая была посвящена ратификации соглашения по Питсунской госдаче. По настоянию коллег мы решили провести сегодня внеочередное заседание сессии парламента, поэтому прошу проголосовать за проведение внеочередного заседания сессии парламента. Кто за? Прошу голосовать. Единогласно. Много переговоров различных с представителями оппозиционных сил и в рамках этих переговоров родилась идея о том, чтобы изменить законодательство и сделать так, чтобы к соглашению по передаче госдачи Питсунда были пункты, а не передачи третьим лицам. Ну и соответствующие пункты, которые озвучит инициатор проекта. Был проведен соответствующий комитет по этим вопросам, которые были предложены в рамках переговоров власти и оппозиции. Соответственно, от оппозиционных сил были руководители, это был Адгур Амиранович Ардзенба и Кан Валерьевич Кварчия, пришли к определенному консенсусу на этот счет. И поэтому отсюда и родился этот документ с представителями исполнительной власти, обсудили, ну и, конечно же, с депутатами парламента в конечном итоге обсудили эти проекты документов. Представитель президента в парламенте Андрей Барциц и депутат Алхаз Барциц рассказали, что на встрече руководства страны и представителей оппозиции были проговорены возможные варианты внесения изменений в механизмы действующего законодательства. Речь идет о внесении изменений в законы Республики Абхазия о международных договорах, Гражданского кодекса, а также Конституционного закона. Если ратифицированным Международным договором Республики Абхазия установлены иные меры, чем те, которые предусмотрены Конституцией Республики Абхазия и Конституционными законами, то применяются нормы Конституции Республики Абхазия и Конституционных законов. Статью 39 дополнить частью 7 прим. 1 следующего содержания. Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путем денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности, либо противоречит публичному порядку Республики Абхазия. Также рекомендуем принять в первом чтении закон Республики Абхазия о внесении изменений в часть 1 Гражданского кодекса Республики Абхазия. Иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированным международным договором Республики Абхазия, настоящим кодексом и земельным законодательством. Также прошу принять инициативу на рассмотрение Народного собрания Парламента Республики Абхазия, постановление Народного собрания о мерах по реализации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Настоящим конституционным законом устанавливать запрет на передачу третьим лицам в случае прекращения действия данного соглашения земельных участков, объектов, участков, акватории и моря указанных в статьях 3, 4 и 5 данного соглашения. Статья 3. Несоблюдение стороной сторонами соглашения статьи 2 настоящего конституционного закона влечет за собой прекращение действия закона Республики Абхазия о ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. В первую очередь предлагается предоставить фактически приоритет национального нашей конституции и конституционных законов нашего национального законодательства над нормами международных ратифицированных законов. Второе предложение заключается в том, чтобы привести необходимые конкретные возможности прекращения путем денонсации международных договоров и условием будет, если его выполнение международного договора наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности, либо противоречит публичному порядку в Республике Абхазия. Это первое предложение. Далее. В части гражданского кодекса представляется внести изменение, которое предоставляло бы иной механизм. Иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированными международными договорами, настоящим кодексом и земельным законодательством. Также предлагается серьезный механизм, который будет направлен на обеспечение мер по реализации соглашения между правительством Республики Абхазия и РФ о передаче в собственность объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. В рамках данного предложения, еще раз повторяю, о мерах по реализации данного соглашения, предлагается в первую очередь внести на уровне конституционного закона, внести механизм невозможности передачи данного объекта третьим лицам. Также в рамках данного предложения предлагается внести возможности прекращения действия данного договора, при наступлении которых, речь идет о существенном нарушении условий договора, те объекты, которые были переданы в рамках этого соглашения, будут возвращены в собственность Республики Абхазия. За внесение изменений в законы проголосовали большинство депутатов. Далее на ратификацию было вынесено соглашение между правительствами Абхазии и России. Довожу до вашего сведения, вам это известно, 9 июня 2022 года в Народное собрание парламент Республики Абхазия было внесено на ратификацию вышеуказанное соглашение, руководствуясь статьей 79 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года и сложившейся международной практикой, в текст соглашения внесены исправления. В соответствии с вышеизложенным, вам были направлены дипломатические ноты Министерства иностранных дел Республики Абхазия и Министерства иностранных дел Российской Федерации, которыми внесены исправления в текст соглашения. Исправленный текст приложения к нотам заменяет собой содержащий ошибку текст приложения к соглашению между правительством Республики Абхазии и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазии и порядке его использования, об иницио в соответствии с нормами общего международного права. Просим поддержать вас ратификацию данного соглашения с внесенными изменениями. Большинство депутатов проголосовали за ратификацию соглашения. Также было проведено комитетское заседание, где депутаты рассмотрели и обсудили обращение президента Республики Абхазия в соответствии с нотами МИД, в которых были оглашены исправленные координаты по данному соглашению. Комитет констатировал, что эти координаты являются верными и соответственно также мы рекомендуем данное соглашение к ратификации. Весь сыр-бор, так сказать, сегодня идет за счет пункта невозможности передачи третьей стороне. Но если юристы, правоведы нашли такую возможность сейчас, очень жаль, что ее не нашли раньше. Нашли бы ее раньше, у нас не было бы вот этих всех проблем внутри, по крайней мере, нашего депутатского сообщества. Я думаю, нам этот вывод надо делать. Действительно, огромная работа сегодня проведена. Полагаю, что действительно те изменения, которые мы внесли сегодня, они снимут очень существенные опасения и риски, которые заложены в этом соглашении. В частности, условно, что касается третьих лиц. Но я хотел бы отметить еще вообще процедуру внесения исправлений. Хотя говорится в документах, которые мы получили, что это исправление технического характера. Я так не склонен думать, потому что технические исправления – это синтаксические, грамматические, орфографические. А эти изменения – это не изменения, это исправления, на мой взгляд. Вернее, изменения, а не исправления, которые предполагает сам объект. Поэтому я со своей стороны хочу сказать, что в таком порядке, и с такой процедурой внесения исправлений и изменений, я не могу голосовать за это соглашение, за ратификацию. После заседания спикер парламента Лаш Ашуба вышел к собравшимся у стен парламента и рассказал об итогах внеочередной сессии. Сегодня был сложный день, сложная ночь. Вам было очень сложно на улице, мы знаем, все вы переживали за эту ситуацию. Также много переживаний было у депутатов парламента, у людей, которые приходили в парламент. Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали разные опции принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику. Ну, как вам известно, первая опция, связанная с координатами, она была принята российской стороной, и мы ее получили. Вопрос оставался за опцией, связанной с третьими лицами. Была соответствующая встреча представителей оппозиции, представителей власти, на которой пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это закон о международных договорах, гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи третьим лицам соглашение расторгается, и собственность возвращается к республике Абхазия. Такое консенсусное решение было обсуждено представителями оппозиционных сил и представителями власти. Впоследствии это решение принесли в парламент, и мы начали обсуждение с депутатами. Депутаты парламента не хотели голосовать за соглашение только с изменением координатов. Да, впоследствии депутаты пришли к консенсусу, что будут голосовать за соглашение, где будут внесены и координаты, и невозможность передачи третьим лицам. Мы приняли три закона соответствующих, а впоследствии сейчас, как вам известно, проходила внеочередная сессия парламента, на ней присутствовало 28 депутатов парламента, и мы приняли три этих закона и ратифицировали соглашение по госдаче Питсунда 26 голосами.